Берег Урала представляет опасность для людей. Жители населенного пункта в Махамбетском районе опасаются, что если случится поводок, то их дома сильно подтопят. Потому что плотины, построенные в 60-е годы прошлого века, не смогут остановить наводнение. Даже сейчас дождевая вода прорвала речное русло и приблизилась к населенному пункту. Более 1200 жителей населенного пункта Талдык-Кюль пейбарысского сельского округа живут в постоянной тревоге. Ведь протекающая недалеко река Урал с каждым годом приближается к селу, угрожая домам и социальным объектам. Все, что осталось от когда-то бывшего берега, это только опасные обрывы. Течение здесь сильное. Приходит дополнительная вода. Летом слышно, как обрыв разрушается. Вот видите, это все может разрушиться. Даже если тростью подтолкнуть, все готово упасть. Если этот обрыв полностью разрушится, то все село останется под водой. 36 населенных пунктов, находящихся в зоне Паводского Бриска, 26 расположены вдоль реки Урал. На территории находятся 17 тысяч жилых домов, где живут около 86 тысяч жителей. Только в одном Махамбетском районе под водой могут остаться 369 гектаров сельскохозяйственных угодий, 121 дом, десятки социальных объектов и 9 насосных станций. В двух селах, расположенных подножиями крутого обрыва, проводятся работы укрепления берегов реки. Планируется охватить территорию 8 километров. В январе работы были немного приостановлены из-за непогоды. Так, темп у нас сейчас средний, усиливаемся. Сейчас мобилизация техники дополнительная. До прибытия воды максимально, как процентов 8, работы мы выполним. Кроме Урала, ситуация на реках Кигаш и Уил находится под строгим контролем. Есть повод для беспокойства. Потому что в прошлом году вода в реке Уил вышла за пределы берегов и Козылкогинский район подтопила. Сейчас создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе. Жан-Досте Мергале, Унирбек Жанабай, Эмма Зайнулина, телеканал АТРАУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова